Привет, друзья! Хочу поделиться с вами одной маленькой фишечкой, которой я отшиваю всяких назойливых продавцов. Знаете, бывает по телефону что-то навязывают, например, от банка, это, наверное, наиболее часто. Бывает там от каких-нибудь фитнес-центров, от всяких маникюрных салонов, ну, не мне, конечно, но девушки знают. В общем, постоянно люди звонят и навязываются. Так же и в магазинах, когда какие-то назойливые продавцы-консультанты пристают, вот постоянно хочется их как-то сбагрить, но не хочется выглядеть каким-то очень агрессивным, злым и грубым человеком, да, хочется как-то мягче, но дать им понять, что ну отвали же ты от меня. Есть одна фраза, один вопрос, который я задаю таким назойливым продавцам и которая довольно хорошо работает. По крайней мере, я не припоминаю сейчас, чтобы кто-то смог ловко вывернуться и после этого меня переболтать. Когда человек вам что-то предлагает, вы говорите, ну, знаете, мне это не очень нужно. И вам говорят, ну поймите, здесь как бы здесь супер-пупер, здесь как бы просто понимаете. Я задаю один и тот же вопрос. Мне кажется или вы сейчас настаиваете? И после этого существует несколько разных реакций и все они были мне всегда удобны, всегда это помогало завершить разговор. Кто-то смутившись, кто-то неопытный может сказать, нет, ну, конечно, мы как бы не настаиваем, то есть и здесь у вас прекрасный выход. А, ну вот раз не настаиваете, то как бы и до свидания. То есть все, я сказал, что не нужно и как бы спасибо, что не настаиваете. Все, пока. Кто-то говорит, ну, как бы просто начинает уклоняться. Ну, вы просто поймите, как бы и так, ну, вот здесь просто как бы... Я еще раз спрашиваю, вы настаиваете сейчас, я правильно понял? Здесь это просто очень классная штука. Ну, то есть вы даже беседу не поддерживаете, вы даже увиливаете от ответа на мой прямой вопрос. Извините, но мне неприятно так общаться. Всего доброго. И есть люди, которые говорят, ну, да, конечно, ну, как бы это редко, редко случается, потому что заявить о себе в таком ключе, что да, я настаиваю. Это довольно сильная позиция и ответственная позиция. За такое спросить потом могут. То есть да, человек сам признавал, что он настаивает. Это как бы инициатива какая-то, это типа уже человек выскочка. Вдруг что-то не так, с него потом тройной спрос будет. И поэтому такое бывает редко, но бывают такие смелые, которых вот подстегнет какая-то харизма вдруг, что-то ужалит в попу и говорят, да, я настаиваю. И всегда можно ответить, ну, извините, но мне такой разговор неприятен. Я уже сказал, как мне надо. И все, ну, то есть вот это мне неинтересно, а вы настаиваете. Ну, как бы мне неприятно. Можно меня оградить от таких разговоров? Всего доброго. И, возможно, есть еще какие-то варианты, как продавцы отвечают. И, возможно, найдется такой продавец, который сможет переболтать. У меня было видео про одного потрясающего продавца, который по телефону уговаривал меня перейти на другой интернет. Неизвестно какой интернет, какой-то Шарашкиной конторы. Знаете, когда у меня по 450 рублей в месяц отличный интернет. Он говорит, у нас будет по 300 и все будет классно. То есть, ну, из-за 150 рублей в месяц экономии переходить на неизвестную контору я не стал. Но парень так это круто, вот так это круто все рассказывал. Ну, у меня было видео, я не помню, что-то про удивительного продавца. Вот сам не помню, как называется. В общем, да, могут такие найтись, которые переболтают. Но вообще эта фраза обычно обалденно работает. Она как бы обостряет ситуацию. То есть, знаете, когда человек просто вам морочит голову, а вы просто ведетесь. И все это так сумбурно так происходит. И вы так не знаете, как от него отбиваться. Такая, получается, непонятная каша общения. И вам хотелось бы как-то отсюда слинять, но как бы просто развернуться и уйти. Вы понимаете, что это же какое-то вот вроде как хамство. А просто грубо его перебить и орать на него. Ну, тоже вас, это против вас могут обернуть. Ну, как бы люди посмотрят, а неадекват какой-то. И они между собой, потом эти продавцы будут ходить. И, казалось бы, какое дело до того, что они там между собой будут обсуждать. Но не всем так на это все равно. То есть, кто-то все-таки хочет выглядеть красивее. И так вот эта фраза, она получается не роняя вашего достоинства. То есть, вы как бы и не застенчивый какой-то непонятный, который слинял. И не агрессивный, который орете. Но это очень хорошо вот эту кашу разделяет и вносит ясность. Вот я, вот вы. Мне кажется или вы настаиваете? Как бы меня не устраивает такое. Я уже сказал, настаивать не нужно. Всего доброго. И вы убедитесь, что приблизительно в 100% случаев никто ничего не может вам противопоставить. И вы, сохраняя такой красивый статус и сохраняя какое-то благородное лицо, если оно, конечно, у вас есть, сможете красиво выйти из ситуации. Красиво удалиться. Никто не найдется, что вам возразить. Пользуйтесь на здоровье этим маленьким секретиком. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok